В эфире программа «Законодатели». Меня зовут Мария Владимирова. Здравствуйте! И начнём традиционно с дайджеста парламентских решений. Палаца законодательных предположений Собрания депутатов Нейнского округа приняла к рассмотрению законопроекта «Внесение изменений в устав округа». В нём предлагается закрепить статус региона как субъекта, входящего в арктическую зону Российской Федерации. В развитии этого положения будет определено участие органов государственной власти региона в формировании единого информационного пространства в арктической зоне, решении вопросов использования природных ресурсов, расположенных на сопредельных территориях, и защиты экологии. Кроме того, округ совместно с другими регионами будет участвовать в разработке программ и планов по защите здоровья населения, окружающей среды, сохранению и развитию традиционных видов деятельности коренных малочисленных народов Севера. Отдельную главу в новой редакции устава посвятят нормативно-правовой системе округа. Кроме того, отдельная статья в уставе будет посвящена Институту Уполномоченных. Также в тексте устава предлагается изменить срок, на который будут избираться окружные депутаты со следующего созыва – с 4 на 5 лет. Всего в текст устава Нейнского округа предлагается внести свыше 30 поправок. Законодатели Нейнского округа обсудили меры по защите прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В ходе обсуждения участники заседания обратили внимание на проблему социального сиротства в регионе, основной причиной которого считается алкогольная зависимость родителей. По итогам заседания депутаты приняли ряд рекомендаций. Среди них – включение в работу членов Общественной палаты Нейнского округа по привлечению социально ориентированных НКО по профилактике социального сиротства в регионе. Кроме того, по мнению депутатов, в каждом муниципальном образовании должна быть выстроена эффективная система по профилактике социального сиротства. Также парламентарии рекомендовали Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты населения округа проработать вопрос о кадровой обеспеченности профильных учреждений. На заседании постоянной комиссии по экономической политике и бюджету депутаты обсудили вопрос о согласовании решения администрации округа о приобретении в государственную собственность региона имущества Варандейского терминала. Речь идет о помещении на улице Тиманской. На первом этаже расположены помещения квартирного типа. Всего их 10. На втором этаже 26 жилых комнат, общая кухня и столовая, рекреационная зона. Предполагается, что помещение будет использовано в рамках окружного закона о специализированном государственном жилфонде. Таким образом, принятие в собственность общежития позволит сократить очереди нуждающихся в жилье. На Ренмаре состоялись депутатские слушания по проблеме алкоголизации населения в Нейнском округе. Были заслужены доклады о злоупотреблении алкоголем и алкогольной зависимости, распространении нелегальной алкогольной продукции. Своё видение этой проблемы высказал и сенатор собрания депутатов Нейнского округа Евгений Алексеев. Он отметил, что это очень важная и острая на сегодняшний день проблема, которая не решается одним заседанием или законопроектом. Он считает, что инициатива депутатов должна и будет поддержана, но и жители округа должны активно вливаться в эту струю трезвой жизни. Подробнее о законодательных решениях мы поговорим с гостем студии. Сегодня это депутат окружного собрания Наталья Кордакова. Наталья Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Я вас рада приветствовать в нашей студии. И хочу отметить, что мы начали цикл программ, который посвящен нашим старейшим окружным предприятиям. До вас у нас был руководитель Наринмарского объединенного авиаотряда Валерий Остапчук. И мы говорили о поддержке предприятия, о взаимодействии с властью Нейнского округа. Сегодня мы поговорим с вами, как с депутатом окружного собрания, и как с руководителем Нейнского округа Потребсоюза. Как выстраиваются отношения, Наталья Александровна? Легко ли совмещать и законодательство, и руководство таким вот стратегическим предприятием? Я хочу сказать, что ни одна организация не может функционировать автономно в обществе. Тем более, те организации, которые функционируют в районах арктических условий Крайнего Севера. Я благодарю вас за то, что вы сегодня пригласили на программу «Законодатель». И в рамках этой программы хотела бы раскрыть непосредственно, каким образом системная, планомерная, постоянная работа органов законодательной власти, исполнительной и потребительской кооперации, приводит к тому, что улучшается, значит, качественно улучшается обслуживание на селе. Следует отметить, что Нейнский округ Потребсоюз вообще обязан защищать права своих кооперативов в органах власти. Значит, и много в этом направлении в настоящее время делается. Делается много на укреплении материально-технической базы, на кооперативов, на их инновационное развитие и, конечно же, защиту их в органах власти и консультационное и информационное информирование. Но, значит, надо понимать, что никогда ни одна организация, один человек никогда ничего не сможет сделать один. Это должна быть командная работа, и у нас такая командная работа непосредственно происходит в ОК Потребсоюзе. У нас все руководители очень занимают такую инициативу, и они вообще такие сильные общественники. Поэтому практически у нас все руководители являются депутатами. В целом по системе 22 депутата всех уровень власти. Значит, это защищаем мы права своих избирателей в окруженном собрании, один депутат. В Заполярном районе у нас два депутата, Татьяна Владиславовна Хатхи и Татьяна Павловна Михеева, и 19 депутатов муниципальных сельских образований. И следует отметить, что на самом деле, когда ты понимаешь, чьи они людей, тогда ты можешь участвовать в этих комиссиях, и это много очень времени занимает. Мы активно участвуем во всех комиссиях, рабочих группах, конечно же, комитетах и на сессиях. И это приводит, значит, конечно же, к более качественному обслуживанию сельского населения. Взять вот такой пример. Значит, в 2012 году проходила конференция в Заполярном районе Единой России, на котором присутствовали, значит, и законодательная, и исполнительная власть, и староста, пылимца выступила о том, что необходимо им в этом поселении магазин. Ну, в общем-то, когда стали разбираться, администрация стала задавать вопрос, почему же на самом деле там магазина нет. Поехали мы непосредственно уже в поселение. Ну, думали, что только эта инициатива, на самом деле, главы. А когда приехали в поселение, да, основным вопросом у жителей оказалось, что да, на самом деле им необходимо, чтобы был магазин. А в 90-х годах такой магазин был, Нижнепечорского потребительского общества, а затем, вы, может, вместе с нами ездили, да, это оказалось, и они попросили в 90-х годах, что нам не надо этого магазина, потому что рядом у нас, значит, Великовисочный, рядом город, мы сами можем съездить, нам нужен клуб. И мы отдали здание под клуб. Да, но в связи с тем, что там проживает небольшое количество жителей, да, самим, конечно, Нижнепечорскому потребительскому обществу поставить там магазин невозможно было. И было принято решение о том, чтобы оказать, значит, предоставить субсидии Нижнепечорскому потребительскому для приобретения модульного здания магазина. То есть, чтобы там вот такая функционировала точка. И это в дальнейшем, конечно, одно, вот такой, один посыл, и в одном населённом пункте невозможно было сделать, так как у нас, значит, и в остальных, значит, мелких населённых пунктах, например, взять той же Воланге, да, там уже магазин, наверное, 39-го года. Да, да, потом, значит, в других населённых пунктах, да, вот в СНОПе тоже нужно было заменять. Поэтому и было принято решение, самому кооперативу невозможно было сделать, потому что фактически мы ведём социальный бизнес, потому в почти 57% тех населённых пунктов, которые мы обслуживаем, там проживает менее 300 человек. Естественно, это социальный бизнес. И как результат вот этой работы, да, была принята программа развития торговли в сельских населённых пунктах. И в этой программе уже комплексно была предоставлена субсидия кооперативам на приобретение зданий магазина. Затем, вы помните, сгорела у нас пекарня в Виндике, а вот также была она включена в эту программу. Затем, значит, так как мы обслуживаем не только основную усадьбу, я как говорю, да, но и близлежащий населённый пункт, например, в Уме это Ума непосредственно, и Вижа-Сеснопа, до которой нужно доставить. Поэтому, значит, были предоставлены и транспортные средства. В том числе, значит, в Уме, вы знаете, там особенности того, того, что у них вот эта река очень сильно милеет, 47 километров, летом практически невозможно по этой реке пройти на тех судах, которые привозят товар с Архангельска до Умы. Поэтому они стоят в устье реки, перегружаются, и у нас была такая, значит, судно было колхозница. Оно имело практически стопроцентный износ, и Татьяна Павловна постоянно на всех совещаниях говорила, что, да, не дай Боже, там уже, значит, и опасность перевозки существовала, но и, не дай Боже, что-то произошло. Это, конечно, её работники необходимо было также заменить. И в соответствии с этой программой был, значит, был приобретён катер. То есть вот таким образом системная работа, да, позволила улучшить материальную базу. Далее, значит, так как мы понимаем, что, ещё раз повторяю, у нас, в общем, социальный бизнес, в 2010 году мы приняли решение о том, что необходима, значит, комплексная программа поддержки потребительской кооперации на окружном уровне. Значит, такая программа у нас была разработана в феврале и передана в округ для того, чтобы была принята окружная программа. Но, значит, сначала как бы и разрабатывалась она как окружная программа для поддержки потребительской кооперации, ну, так как у нас есть антимонопольное законодательство, и эта поддержка должна предоставляться для всех, кто функционирует, да. Поэтому, значит, и поэтому вот все субсидии, которые предоставлялись, они предоставлялись всем, кто работает, в том числе индивидуальным предпринимателям, кто функционирует на селе. Но ведь это не на все товары, да? А, значит, нет, там ведь не в этом только заключалось, да. У нас программа предусматривалась как бы это улучшение материально-технической базы, ну, вот мы потом вот в этой программе отработали, да, там мы просили, чтобы раньше вообще кооперация занималась заготовительной деятельностью, да. Мы хотели, чтобы у нас были контейнера, значит, и по заморозке, потому что на самом деле делать шоковую заморозку там, это все очень дорогостоящее получается мероприятие. Поэтому мы предусматривали все в программе. Понятно, что, значит, бюджет округа не резиновый, поэтому, значит, были только какие-то определенные, значит, мероприятия из этой программы взяты. То есть это было предоставлено субсидии по доставке в соответствии с перечнем утвержденной администрации и по субсидированию, по возмещению части затрат при производстве хлеба и хлебобулочных изделий. Вот эти два мероприятия, которые вот постоянно проходили. Далее, значит, так как в Заполярном районе и по малому и среднему предпринимательству была разработана программа поддержки малосреднепредпринимательства, там были мероприятия, только касающиеся обучения кадров, вот так, да. Значит, в 2009 году депутатами в Заполярном районе как вот и являлась я, и рыбак колхозсоюза был, значит, безумов. Мы предложили Александру Вячеславовичу включить туда мероприятия по, значит, при модернизации производства на приобретение оборудования. И таким образом, значит, была включена строчка. Это, опять же, системная работа органов власти, тогда Заполярного района рыбак колхозсоюза и наша. И в результате вот была включена такая построчка, что при модернизации производства, а это касалось производства хлеба, хлебобулочных изделий, это касалось производства тех, кто занимался добычей рыбы, значит, до 300 тысяч выделялась субсидия. То есть 80% всех затрат, но вот это не более 300 тысяч. Которое в настоящее... Нет, было 200 тысяч в Заполярном районе. Но так как вот полномочия по предпринимательству сейчас переданы в округ, сейчас имеется программа по развитию предпринимательства, и принят закон у нас в мае 2015 года по поддержке. Вот эта строчка тоже включена, то только сумма увеличена до 300. А вот затем, значит, хочу сказать, что мы много, в общем-то, мы как система входим в Облсоюз, в Центросоюз. Мы, значит, ездим, смотрим, как остальные, принимаем опыт. Вот. И в прошлом году, позапрошлом году мы когда были, мы посмотрели, что на самом деле вот в Архангельской области это очень действенная поддержка, это микрофинансирование. Значит, у нас это микрофинансирование возможно было включить, потому что не было фактически закона, да. А если когда появился закон, у нас, соответственно, уже там софинансирование с федерацией, то есть это привлечение инвестиций федеральных еще, не только наши деньги. И это очень здорово и правильно. И когда принимали в прошлом году бюджет окружной, значит, на микрофинансирование было, значит, администрации предложено миллион. Но при принятии бюджета, когда у нас шли комиссии, значит, на бюджетной комиссии мы предложили, законодатели предложили, что давайте тогда, что-то там миллион, да, давайте увеличим ее за эту сумму. И на сегодняшний день вот с администрации законодателей, и исполнительная и законодательная власть договорились о том, что это будет 6 миллионов. И вот сейчас активно вот идет вот это мероприятие, как бы вот предприниматели, да, 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 предприниматели активно участвуют в этом. А вот, то есть, вот видите, да, это должна быть все время системная работа. И мы говорим о том, что вот так, как мы занимаемся и у нас уже вот непосредственно ООП потребствуют там 80 лет, да, первый кооператив был в 2017 году. А вообще, значит, этот год знаменательный для потребительской кооперации, потому что первый кооператив был у нас создан 185 лет назад в Забайкалье. Поэтому у нас опыт работы-то имеется, да, и вот непосредственно помогаем тем предпринимателям, потому что им сложно. Они не все входят в союз, а у нас есть союз. И, значит, мы с нашими руководителями иногда часто вот собираемся, устраиваем, как у нас губернатор любит говорить, мозговые штурмы для того, чтобы что еще сделать, для того, чтобы как-то продвижение было на самом деле. В современных условиях как-то, чтобы, да, можно было. Вот, ну и так как на самом деле вот Государственная Дума тоже озабочена, да, тем, что вот на самом деле много ведь населенных пунктов уже закрывается. Вот. И 18 июня 2015 года в Госдуме проходило заседание комитета, расширенное заседание комитета по региональной политике проблемам севера и дальнего востока, на котором рассматривался вопрос о роли потребительской кооперации в социально-экономическом развитии регионов. А вот, ну и, значит, Центросоюз, это наша вот как бы вышестоящая организация, которая находится в Москве, попросили поделиться опытом о потребсоюз, как, ну как бы вот считая, как идеальные отношения органов власти, вот, в том числе законодательные, исполнительные, потому что тут никаким образом не разделить, а вот поделиться опытом. И мы делали презентацию, что же на самом деле можно сделать, когда вот ты занимаешь активную жизненную позицию, то, что происходит у нас. У нас на самом деле вот вот эта активная жизненная позиция позволяет, значит, позволяет развивать и более быть устойчивыми, да, в развитии данных поселений, сельских поселений. А ведь практически, если не будет сельских поселений, я считаю, что каждый населенный пункт это Форт-Пост, Арктики, да, если не будет этого, тогда и не будет округа, тогда и не будет России в целом. А вот, поэтому, значит, да, значит, мы выступили с презентацией, показали, и в конце попросили о том, что вот на самом деле законодательные округа вышли с инициативой в Госдуме по, значит, по изменению в 93-й статье бюджетного кодекса, где бы было предусмотрено, было дано право субъектам для предоставления кредитов организациям, осуществляющей деятельность в сельских населенных пунктах для закупки определенного перечня товаров народного потребления. Ну вот мы перечислили там, это инициатива Ямала-Ненецкая была, они просили только на муку, да, но мы, значит, попросили, чтобы это был перечень более расширенный, там, 5 или 6 пунктов еще. Вот, да, тогда, значит, Харитонов сказал, что все, у нас уже это прошло, как бы вот было принято, но во всяком случае сегодня вот этого еще до сих пор не произошло. Дальше, значит, то есть вот это я говорила, то, что у нас на региональном уровне, то, что касается, значит, федерального уровня. Так как вот на самом деле мы же все законопослушные, мы существуем в определенных рамках закона, да, значит, ну, так получилось, что в декабре прошлого года, значит, были внесены изменения в закон по предпринимательству, и почему-то между первым и вторым чтением потребительская кооперация, потребительская, там сельхозкооперация включена, потребительская кооперация оказалась исключенной из перечня малого и среднего предпринимательства. Что-то происходит, да, вот непонятно. Что тогда вот происходит? Тогда мы не сможем получать те субсидии, которые я вот сказала, да. Значит, ну, мы постоянно контактируем с губернатором, у нас постоянные встречи идут, вот, и, значит, принято у нас обращение было к губернатору, и губернатор уже обращался непосредственно к члену Совета Федерации от администрации Тюльпанову, который 26 февраля вышел с законодательной инициативой, чтобы включить вот эту потребительскую кооперацию в перечень вот этих субъектов. А вот, поэтому, значит, вот, вот видите, да, вот это постоянная работа, которая должна вестись, а тем более, значит, мы понимаем, что, опять же, никаким образом одному не выжить, и опять же, я понимаю, что здесь должна быть командная работа, у нас есть уполномоченный, создан институт уполномоченный, да, у нас уполномоченный по правам предпринимательства, который должен и защищать интересы предпринимателей, к коим мы тоже относимся. Поэтому мы с уполномоченным заключили соглашение. И в рамках этого соглашения мы попросили, чтобы уполномоченный, вот свои предложения уполномоченному Российской Федерации тоже сделал определенные в том числе, и вот в этот внес, чтобы он посодействовал внесению изменений в данный законопроект. То есть активная такая работа ведется по цепочке «Муниципалитет, регион Российской Федерации». Наталья Александровна, я думаю, что несправедливо будет обойти стороной законопроекта хлебопечения в Ненецком округе. Все прекрасно помним, как он принимался с вашей подачи при вашем активном лоббировании. Вот что на сегодняшний день мы имеем при реализации данного законопроекта? Ну, значит, эта программа, опять же, это был программный продукт. Значит, эта программа была у нас в 2006-2008 году. Когда, значит, модернизация была произведена, хлебопекарное производство, на самом деле до этого у нас в уныне находилась она, да, и срочно требовались какие-то инвестиции. Но так как, опять же, говорим о том, что у нас производства нет таких объемов, да, ведь все зависит от того. Производить можно, а кто купит? По такой цене, да? Цена-то ладно, ну и как бы вот кто еще купит, потому что объемов-то нет. У нас в населенных пунктах живет вот, я вам сказала, 57% до 300 человек. То есть, опять же, мы говорим о социальном бизнесе в данном случае. А вот поэтому, значит, была программа, это принято. У нас очень много, значит, объектов было построено, да, вот, например, непосредственно пять объектов. Это у нас, получается, в Нельмин-Носе, в Красном, в Оксино-Воксино. Это постоянно была проблема, значит, когда еще Быхан был в собрании депутатов, постоянно эту проблему поднимал Николай Иванович. А вот, и в Харивере мы построили, и вот сейчас мы, получается, по программе построили еще виндиги. Ну, виндиги до этого было построено, но она вот так сгорела, понимаете? А вот, поэтому, а дальше, да, на самом деле стоимость выходила хлебобулочных изделий очень дорогая, потому что, да, получается, объемов не произвести. Я хочу сказать, что у нас в одном населенном пункте чуть не 120 рублей за килограмм выходил, ну, потому что это доставка, вот это все. Да, вот, и следует отметить, что сегодня мы относимся к прочим потребителям по Севержелком сервису, и у нас цена за стоимость электроэнергии составляет на сегодняшний день 34 рубля 15 копеек за киловатт, а с 1 июля она будет составлять 38 рублей за киловатт. Значит, это, конечно, очень дорогостоящее предприятие. Если в городе это 6 рублей, да, то там получается вот так вот. И сколько мы уже вот пытались сдвинуть эту тему, пока не получается. Опять же, да, если не будет какого-то инновационного проекта, вот, да, 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 ну сейчас задать, да, ну сегодня свобода предпринимательству, да, ведь должна быть живая конкуренция, да. У нас почему-то получается живая конкуренция только на рынке купи-продай, а вот производства-то нет практически, да. И вот мы говорим о том, что вот на самом деле какой-то вот предприниматель бы занялся, вот, инновационная идея, да, создали бы какой-то вот, может быть, модульный проект, еще что-то, да, для внедрения и последующих, вернее, как пилотный проект и для последующего внедрения, да. И тогда бы, может, на самом деле, когда есть конкуренция, да, тогда уже и мы и цены не поднимаем. Это вот нормальные вещи, это следует обратить на это внимание. А вот поэтому, значит, и было в 2010 году совместно с ОПО Требсоюзом и администрацией тогда очень много у нас расчетов. И для того, чтобы что-то получить, надо немерено расчетов сделать. Расчетов было просто немерено. Одни не нравились, вторые, а то одной стороне, то другой стороне. Ну и в результате все-таки мы пришли к решению о том, чтобы на самом деле застолбить, так можно сказать, цену на хлеб. И с 2010 года цена у нас на хлеб была, на основные сорта хлеба была 32 рубля за килограмм. В том числе включались сюда и булочные изделия. То есть хлеб и хлебобулочные изделия полностью. Причем, опять же говорю, так как у нас антимонопольное законодательство действует, да, только в населенных пунктах невозможно было сделать. И это было применено в том числе для города. То есть жители города, вот так же благодаря вот этой совместной работе по Требскооперации и администрации, вот получили вот это вот 32 рубля за килограмм, которые, значит, с июля того года у нас, ну так как мы видим, что все-таки бюджет у нас очень сложно с бюджетом с окружным, да. В прошлом году с июля цена составляла 35 рубля за килограмм. И, значит, с этого года 37 рублей за килограмм. Но это, конечно, самая, значит, низшая цена по всем регионам следует отметить. Даже взять в Архангельске, она намного выше. А следующая за нами, по-моему, идет Коми. Там 44 рубля, как вот я помню, вот на память, да. Самый главный факт в том, что мы самые передовики, да, наверное. Да, самые передовики. Но, опять же, вот говорю о том, что так как у нас в бюджете сегодня проблемы, да, с бюджетом, поэтому на сегодняшний день для производителя субсидии, возмещение происходит только по хлебу, на основные сорта хлеба. По булочным этого не производится. Но, значит, вот при последней встрече с губернатором мы, опять же, говорили, что, ну, сложно получается, потому что надо сделать предварительные заявки, заказ вот на муку, чтобы вот переходящие остатки были. Все-таки у нас очень сложная логистика, да. Да, и сроки имеют сохранение, не завезешь. Да, очень сложная логистика. И потом, значит, вот, вы знаете, вот мы раньше завозили все населенные пункты только в один период, в навигацию. Это сложный период был, все. А сейчас, значит, несколько мы транспортную схему поменяли в зависимости от нахождения, местонахождения поселения. И в Харуте, в Харивере, это у нас зимний период. То есть вот они сейчас завезли, вот, слава богу, зимники в этом году отработали хорошо, значит, мы завезли все необходимое, основные объемы продовольственных товаров, которые необходимы, в том числе муку. Да, вот, и если взять муку, то, например, это тоже вот получается, где-то вот в Харуту надо сразу на одну муку, значит, собственных средств около 600 тысяч. Кроме этого, значит, когда привозят, мы делаем заявки на уголь и дрова, да, а вот уголь, опять же, в отличие, вот если для жителей сельских населенных пунктов уголь реализуется, вот, по-моему, 3 рубля, вот не буду я вот это тут, могу ошибиться, чтобы никто не обиделся, а для организации, для прочих, как мы, это почти около 12 рублей. То есть вот видите, какая разница, да? А они привозят, и мы должны сразу выкупать вот этот объем, это тоже денежные средства. Невозможно в рамках одной программы проговорить все моменты, потому что делается очень многое, я еще раз повторюсь, что, на мой взгляд, стратегическая организация, стратегическое предприятие для районов Крайнего Севера особенно, буквально минутка, какие планы по сотрудничеству, по взаимодействию строите на ближайший, может быть, год? Да, я забыла сказать, что у нас и принят закон о поддержке потребительской кооперации в сельских населенных пунктах, это тоже, как бы, значит, работа, да, большая. А на сегодняшний день, да, мы понимаем, что нельзя работать только, значит, как раньше работали, поэтому мы, значит, сегодня хотим сделать пилотные проекты по аутсорсингу и по клинингу. Значит, по аутсорсингу мы вчера снова встречаемся управлением образования, значит, пилотный проект у нас будет в Каратайке, я надеюсь, что с мая месяца он начнет у нас уже реализовываться, а по клинингу тоже в Каре и в Каратайке, но это, скорее всего, будет уже с июля месяца. Вот, и потом, значит, вот так как все время мы говорим о том, что вот и губернаторам поставлена задача о безналичном расчете, да, мы сегодня активно, значит, работаем в этом направлении, приобретаем терминалы через наш Сбербанк, вот, и то есть люди приходят так же, как в городе, населенных пунктах, могут рассчитываться карточкой, то есть это, опять же, улучшение, значит, обслуживания, качество обслуживания населения. Спасибо вам огромное за то, что пришли, за то, что так основательно рассказали, поделились с нашими телезрителями. Я желаю вам успехов в вашей работе, как на посту руководителя Нинского окропотребсоюза, так и законодателя, активного законодателя, отмечу, потому что Наталья Александровна всегда принимает такое активное, непосредственное участие в работе окружного парламента. Спасибо вам большое. Это была программа «Сканодатели». Увидимся.